Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века, революции, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Этот эпизод мы сделали совместно с посольством Финляндии в Москве. Это последний выпуск специального финляндского сезона. Еще через неделю, в следующий понедельник, будет традиционный стрим на Ютубе с ответами на вопросы. Приходите обязательно. Также не забывайте, пожалуйста, что в начале ноября я вас жду на своих лекциях в Стамбуле, Тбилиси и Батуми. Буду рассказывать о том, как жили люди в Российской империи. Один день из жизни крестьянина, купца и дворянина. А еще о том, как люди переживали Первую мировую войну. В разных городах лекции разные. Ссылки на билеты в описании. Приходите и зовите друзей. И последнее напоминание и благодарности. Подписывайтесь, пожалуйста, на Бусти и Патреон Заката империи. Там, помимо дополнений к выпускам и разных историй, еще выходит отдельный эксклюзивный исторический подкаст «Братислава». Только для подписчиков. Или, если вам больше хочется контента от студии, либо-либо подписывайтесь тогда на телеграм-канал студии или берите подписку либо-либо плюс в Apple подкастах. Там везде тоже есть дополнения к выпускам «Заката империи», но еще дополнения к другим подкастам студии и разные эксклюзивы. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо вам. Апрель 1917 года. На улицах Петрограда буквально разлита эйфория. Ощущение такое, что сняты все запреты, что можно все и что, как раньше, теперь же не будет никогда. Давайте заглянем в ресторан «Данон» вечером, 16 апреля, в понедельник, на второй день Пасхи. Тут творится что-то невообразимое. Стоит шум, гам, смех. Здесь сегодня собралась вся артистическая элита Петербурга. Тут есть политики, министры временного правительства, дипломаты. Вот Александр Бенуа, которого продвигает в министр культуры, усмехается, слушая речь министра иностранных дел Павла Милюкова. Вот кого-то качает на руках. Вот Максим Горький по обыкновению пускает слезу и постоянно целуется со своим соседом. Вот Осип Брик смотрит на часы и говорит, что он хочет отойти на часок, потому что на финляндский вокзал прибывает революционер Ленин, и Осипу хочется посмотреть на это событие. Вот нахальный Маяковский влез на стул и что-то опять проповедует изо всех сил. И почти все эти люди невозможно возмутительно пьяны. Что вообще происходит? Ну, это торжественный ужин в честь открытия выставки финского искусства. И тут чествуют и качают на руках финляндских художников, приехавших на открытие. Атмосфера, разогретая искусством, шампанским и революционными речами, наэлектризована до предела. Сноп Иван Бунин, который тоже сидит тут за столом, позже с неудовольствием вспоминал. Вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала. Зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных. Много! 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 Чтобы немного почувствовать дух времени, давайте выйдем на улицу, чтобы подышать, и купим у мальчишки на углу несколько газет. Посмотрим, что там пишут в середине апреля 1917 года. Газеты просто захлебываются от новостей. Произошла смена главнокомандующего русской армии. США вступают в войну. В Петербург приезжает глава большевиков Николай Ленин. Именно так пишут в газетах, потому что будущий создатель СССР в то время еще не до конца определился с личным брендом. Еврейская социалистическая партия Бунт проводит свою всероссийскую конференцию в столице. В театре Сабурова идет пьеса «Революционная свадьба», драма про секс и смерть. Вовсю рекламируется заем свободы. Временное правительство собирает средства на продолжение войны. В газете «День» от 18 апреля сразу несколько заметок посвящено Финляндии. В первой из них «Финляндия и русская революция» вспоминают, как Столыпин в свое время пытался ограничить свободу Финляндии и что в результате в финском парламенте к 1917 году не осталось никого, кто доверял бы Николаю II и его правительству. Ну, по крайней мере, так написано в заметке. Вторая статья называется «О евреях в Финляндии». Немного неожиданно, но это как раз потому, что в эти дни бундовцы призвали в финляндский парламент снять все ограничения для евреев внутри княжества. Еще пишут о воззвании рабочих металлистов Гельсингфорса, ну, то есть рабочих Хельсинки. Это воззвание к русским солдатам. Финские рабочие просят русских солдат поддержать забастовку, а забастовка требует 8-часового рабочего дня. И вот такое вот внимание к Финляндии не случайно, потому что в эти дни проходит, ну, в каком-то смысле, финляндская неделя. И апогеем стала выставка современных финляндских художников, которая превратилась в нечто среднее между выставкой, политическим митингом, дебатами о роли искусства и все это в чуду кутежа, как вы, наверное, уже поняли. Выставка сама по себе была событием неординарным, потому что за последние 20 лет финские художники в Петербурге не выставлялись. Ну, то есть почти 20 лет. В конце 19 века в последний раз это происходило. Тогда на выставках «Объединение мир искусства» демонстрировались картины ведущих финских художников. «Мир искусники» — это тусовка Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Валентина Серова. Ну, я про них много рассказывал. Да, но контакты между российскими художниками и финляндскими прекратились примерно в то время, когда Николай II начал политику русификации свою. Самый известный финский художник Альберт Эдельфельд, хотя раньше писал портреты великих князей по случаю, теперь дистанцировался от России. А вот, например, художник Аксель Галлен даже сменил себе имя на Акселе и фамилию на Каллела, чтобы звучал на финский манер. И еще открыто выступал против царской власти, хотя раньше и Эдельфельд, и Галлен Каллела выставлялись у «Мир искусников». В общем, в тех политических обстоятельствах финлянцы переориентировались на Запад. Россия стала токсичной. Личные контакты между российскими художниками и финляндскими сохранялись, но вот в культурном, в медийном поле появилась дистанция, и разрыв этот с каждым годом только увеличивался. В течение всего Нового века постоянно возникали идеи о том, что надо бы все-таки провести в Петербурге выставку финского искусства, но оканчивалось все ничем. Но вот пришел 1917 год, царя свергли, и политика сразу же начала меняться. Почти сразу же после революции временное правительство издало специальный акт, по которому снимались все законодательные ограничения с Великого княжества, введенные при царской администрации. В общем, да, теперь, кажется, никаких морально-этических проблем нет. И идею выставки начала продвигать Надежда Добычина. Это важная фигура в арт-тусовке того времени. Она была кем-то вроде арт-продюсерки и кураторки. Она организовывала выставки. У нее была собственная фирма, бюро Добычиной. И Надежда Добычина находила покупателей для картин и знакомила всех со всеми – меценатов, художников, коллекционеров и писателей. Достаточно сказать, что в 1915 году прямо в ее квартире, которая была одновременно офисом ее бюро, проходила знаменитая выставка «010», на которой впервые был представлен черный квадрат Малевича. Как-нибудь надо будет о ней отдельно рассказать. Очень эта энергичная женщина. Даже иногда чересчур энергичная. Вот мироскусник Александр Бенуа отзывался о ней так. «Несносное, бестактное существо. Но вот нам предано абсолютно». Ну ладно, вот еще последняя деталь про нее. Именно на квартире Добычиной, то есть в ее бюро, весь март 1917 года, проходили дискуссии о том, что надо бы организовать новое министерство. Министерство изящных искусств. И министром в нем должен стать Александр Бенуа. Причем это были не бесплодные дискуссии какие-то за чашкой чая. Все было очень реально. Они даже получили разрешение от нового правительства создать комиссию по охране памятников и музеев. И вот именно в это время, то есть параллельно со всеми этими делами, Добычина организует выставку финляндских художников. Если быть до конца откровенным, то Добычина начала организовывать эту выставку еще в 1916 году, до революции. Дело в том, что из-за войны художники всех стран вообще оказались в некоторой изоляции, а для финляндского искусства все-таки большая искушенная российская аудитория была интересна, конечно. В общем, еще в 1916 году финлянцы дали согласие на выставку, начали подбирать картины и участников, и выставку запланировали на весну 1917 года. Но после революции, конечно, выставка из чисто художественной стала быстро трансформироваться как бы в нечто большее. В выставочный комитет, то есть в организационный комитет, вошли министры временного правительства, начиная с Милюкова и Керенского, вошли туда бывшие заслуженные революционеры, например, Вера Фигнер, которая была организаторкой покушений на Александра II. Причем тут революционеры, объясняю, заслуженные революционеры сейчас самые главные лидеры общественного мнения. Ну и, естественно, в комитет вошли художники и писатели тоже первого уровня. Бенуа, Репин, Горький, Андреев. Все, в общем, по самому высшему разряду. Это теперь не просто выставка. Это праздник дружбы двух народов, сбросивших оковы самовласти. Художники и Финляндии, и России даже обменялись такими, как бы так сказать, нотами. Финлянцы в лице главы общества художников Финляндии Магнуса Энкеля. Кстати говоря, Энкель участвовал в выставках мира искусства в 19 веке еще. Вот финляндские художники выразили пожелание, чтобы великий русский гений раскрылся столь же великолепно в политической и общественной жизни, как до сих пор в науке, искусстве и литературе. Александр Бенуа ответствовал, что духовная поддержка финнов в настоящий момент необходима для русских, и выражал пожелание, чтобы сотрудничество, прерванное из-за царской политики угнетения, теперь осуществлялось бы на прочной основе. Очень мило. Работы для отправки в Россию собирали финская национальная галерея Атенов. Но дело шло с трудом. Несмотря на некоторый голод по выставкам, ситуация в Петербурге была тревожной. Но знаете, митинги, демонстрации, анархисты, грабежи... Простите, простите. Экспроприации. Я хотел сказать экспроприации. В общем, многие музеи, галереи, коллекционеры просто боялись отправлять работы в революционный Петроград. И чем ценнее были работы, тем с меньшей охотой владельцы с ними расставались. Но в итоге все же было собрано около 300 произведений, 39 художников. Некоторые, самые заслуженные, Магнус Энкель, Акселе Галлен Каллелла, скульптор Вилли Валгрен, вообще получили персональные приглашения, и не только они. В общем, коллекция была все-таки представительной, в ней были и заслуженные мастера, и молодые художники, и прикладное искусство, и скульптура. Но, справедливости ради, ни одной работы главных мастеров, например, вот этих самых Энкеля, Галина Каллеллы, Валгрена, на выставке не было. Хотя сами они поехали в Петроград. Итак, в понедельник, 16 апреля, на второй день Пасхи, выставка открылась. При входе в здание были повешены знамена с гербом Финляндии, а военный оркестр играл марш. Довольно торжественно. Заходим внутрь. Народу тьма. Это реально самое большое культурное событие апреля в столице. И, как вы понимаете, весной 1917 года недостатка в ярких событиях не наблюдалась. По залам ходят длинноволосые художники, барышни-курсистки, прилично одетые господа, купцы, политики. Вот справа Ольга Керенская, жена самого молодого министра в правительстве. Вот слева Максим Горький и Акселя Галлен-Каллела ведут беседу. Вот пересмешничают, как бы, нахальный Маяковский с Давидом Бурлюком. Вот Иван Бунин саркастический кривица. Вот одетый во фрак с медалями важный скульптор Вилли Валгрен. Художник Аксель Хартман вспоминал. Вдруг сквозь толпы прошел как будто электрический ток. Оркестр заиграл Марсельезу и в сопровождении мадам Добычиной через дверь входит маленькая хрупкая госпожа с гладко причёсанными седыми волосами. На её бледном и худом лице ласковая улыбка и она почти смущённо благодарит за аплодисменты. Это Вера Фигнер, просидевшая 20 лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. За ней входит зал министра иностранных дел и лидер партии кадетов Павел Милюков. А вместе с ним комиссар по делам Финляндии, тоже кадет Фёдор Родичев. И ещё с ними наш несостоявшийся министр культуры Александр Бенуа. Вслед за ними, под звуки незатихающей Марсельезе, поднимается бабушка русской революции Екатерина Бришко-Бришковская. Её ведут под руки две женщины-спровождающие. Бришко-Бришковская, Милюков и Родичев каждый произносят по речи. Вообще, я вам скажу, вряд ли что-то сильнее характеризует весну 1917 года, чем бесконечные речи. Речевые аппараты всех как будто прорвало. На улицах, на собраниях, на митингах, в театрах, в ресторанах, в трамваях. Все только и делали, что произносили речи. И, что характерно, всех слушали. Были даже места, где читались речи круглосуточно, 24 на 7. И туда люди специально ходили их слушать. Например, к особняку Кшесинской, который засквотили большевики с балкона этого дома, они бесконечно агитировали публику. Ну вот, и тут без речей, конечно, не обошлось. Милюков восхвалял борьбу финнов за культуру и свободу. Родичев пожелал молодому поколению построить новую культуру на основе права и свободы. Финны были такой торжественной встречей и реально впечатлены. Но вот местные, кажется, капрели уже стали уставать от постоянных речей. По крайней мере, Бенуа сам от речи воздержался и охарактеризовал речи обоих либералов как плакатные. В смысле, яркие, эмоциональные и совершенно бессодержательные. Максиму Горького тоже попросили выступить, но он ограничился четырьмя только финскими словами. Что означает «Да здравствует Финляндия, я люблю Финляндию». На этом дело, конечно, не закончилось. Благодарственную, ответную речь произнес Эйра Ярнефельд, который хорошо знал русский. Затем выступила Вера Фигнер. Затем художник Николай Радлов. Затем, видимо, решив, что тут всем дают выступать, слово взял Владимир Маяковский. И, похоже, немного сбил своей речью градус общей торжественности. Ни один человек не захотел в воспоминаниях передать суть речи Маяковского. Но, скорее всего, он, как обычно, издевался над мейнстримом и пропагандировал новое искусство. Только Сомов один записал в дневнике одно слово по поводу речи Маяковского. Это слово «скверно». Кажется, вот после слов Маяковского финские художники немного подрасслабились. Торжественность момента оказалась сбита, а то, знаете, как-то неудобно. Министры нас встречают, речь толкают. Вообще финлянцы чувствовали, они писали об этом прямо в воспоминаниях, что попали в Петроград в момент наибольшей эйфории после революции. Эта эйфория чувствовалась во всем. С одной стороны, у нас министр, со второй отсидевшей участницы покушения на царя, с третьей Маяковский кричит, что все старое искусство это булшит, всем можно все. В общем, после речи Маяковского начались всякие смолтоки и уверение в вечной дружбе. Солидного Вилли Валгрена путали с Милюковым, тоже одетым во фраг, но они и правда были похожи. Бенуа зарубился с футуристами. Сначала у них разговор шел толковый, но футуристы, чувствуя вообще внимание, направленное на беседу, перешли на лозунги в какой-то момент. Вокруг спорящих образовалась толпа, жаждущая скандала, конечно. Но футуристы в своих речах в основном критиковали идею Министерства искусства, потому что, по их мнению, культура не нуждалась в управлении государством. Чтобы предотвратить этот скандал, в спор вмешалась хозяйка, Надежда Добычина. Она захотела увезти Бенуа от футуристов, но это не удалось, потому что Илья Зданевич, это один из футуристов, я про него как-то рассказывал, он открыл, не копий Расмани, если помните. В общем, Илья Зданевич прям вцепился в Бенуа, и Добычина уже вступила в спор на стороне, собственно, Бенуа, а Бенуа уже молчал. Ладно, давайте их оставим уже и походим по выставке. Выставка занимала шесть больших залов. Отдельный зал занимала ретроспектива Юха Рисонина, того самого, который приехал раньше всех на несколько недель. Стены залов украшали ковры, полотна с национальными узорами и все еще дополняла финская мебель. Какие-то картины продавались, но далеко не все. Вообще, петербургская публика с одной стороны была довольно искушенной и даже снобской, но с другой стороны за время войны в Россию не приезжали иностранные выставки, и самыми сильными все признали картины старших. Естественно, Ярнефельта, Рисонина и публика еще и понимала, что, конечно, выставка могла быть гораздо представительнее. Как я объяснил, из-за революции многие картины, самые интересные, до Петрограда просто не доехали из-за опасения волнений. Но зато, с другой стороны, приехало много молодых художников, которые привезли свои полотна. Короче, о чем это я? В общем, петербуржцы отнеслись к выставке немного снисходительно, скептично. Константин Сомов из «Мир искусников» посчитал выставку слабой. Бенуа тоже. И если откровенно, то Аксель Галленкалила тоже был согласен с этим мнением. Да, потому что самое интересное не приехало. В ведущем тогдашнем журнале посвященном искусству в Аполлоне был напечатан объемный и довольно прохладный разбор выставки с замечаниями типа «Ну, поскольку мы друзья, то давайте прямо и без обиняков скажем все, что думаем». Но вот там было и такое замечание. Вырваться из заколдованного круга привычных понятий, суждений и оценок, вдумываясь в чужие оценки. Сознательно представить себе направление национальной культуры, но не для того, чтобы променять ее на путь бездушного космополитизма, а для того, чтобы с углубленно подчеркнутой энергией выявить оригинальный облик своего народа. Вот в чем, как нам кажется, заключается истинный смысл такого рода отчетных выставок. И в наши дни, когда проблема национального самоопределения ставится так остро и так часто служит лишь предлогом для взаимных оскорблений, ненависти, не заключается ли высшая услуга, которую могут оказать один другому два дружественных народа, в том, чтобы сообща и с любовью задуматься над укреплением национальной обособленности каждого. Но, впрочем, не все отнеслись прохладно к самой выставке. Например, футуристы, наоборот, быстро нашли общий язык с молодыми левыми художниками, и Давид Бурлюк, не сходя с места, тут же предложил сделать в Москве совместную выставку молодых финских и русских художников. А для некоторых, кажется, сама выставка вообще была неинтересна, потому что, например, Брешко-Брешковская, прочитав речь, быстро прошла все залы и на улицу ее вынесли на руках, погрузили в автомобиль, и ее проводила огромная толпа опять под звуки Марсельезы. Желчный Бунин постфактум вот что писал в воспоминаниях. «Все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле, не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари и свободы, засиявшей над Финляндией». Ну, я не знаю, на самом деле так же язвительно ли он в тот момент воспринимал происходящее, потому что если его воспоминания читать, то он там просто демиург, все предвидел заранее, не ждал ничего хорошего, с Россией будет беда, сто процентов вам говорю. А тогда он, впрочем, не просто пошел на выставку, но еще и отправился после выставки на банкет. Давайте и мы тоже отправимся на банкет. Торжественный ужин был у Данона. Чтобы вы понимали, это самый шикарный ресторан в Петербурге. Ну ладно, в первой тройке, вот так вот скажем. Гостей было около двухсот человек. Это реально. Вся художественная и артистическая элита Петрограда, политики, дипломаты, революционеры, все чествовали прибывших финлянцев. Участие в ужине было платным, 15 рублей. Алкоголь в стоимость не входил. Если интересно посмотреть на цены, конечно, интересно. Бутылка вина стоила на вечере еще 15 рублей, шампанское 45, водка 60 рублей бутылка. Если что, сухой закон никто не отменял. Его, как Николай II ввел в начале войны, так он и продолжал действовать, но сухой закон не для всех. А что касается цен, то до революции бутылка шампанского в Даноне, там же, в ресторане, в шикарном, стоила полтора рубля. И сейчас, в 17-м году, цены такие высокие одновременно из-за инфляции, ну, еще, я думаю, из-за наглости ресторана. Впрочем, цены не помешали присутствующим перейти, как бы сказать, в менее формальную атмосферу. Начали все, конечно, опять с речей. Снова выступил министр иностранных дел Павел Милюков. Общий смысл его речи сводился к тому, что, мол, не надо обращать внимание на все плохое, что делала вам царская власть. Мы, русские, всегда вас любили и уважали. Бурные аплодисменты. Саркастичный Александр Бенуа по поводу очередной плакатной речи Милюкова заметил. Снова Милюков наговорил какую-то Роцею о культуре Финляндии. Видимо, пробежал Брагауза до обеда. Брагауз – это самая популярная энциклопедия в то время. Ну, то есть перевести на современный язык мнение Бенуа можно так. Милюков прочитал скучную проповедь о культуре Финляндии, видимо, прочитал Википедию до обеда. В ответ Милюкову композитор Роберт Каянус произнес здравицу за свободный русский народ и свободное русское искусство. Потом выступил Тика Салянин, Вилли Валгрин во фраке с орденами произнес речь по-французски, Виви Пармио произнесла речь, адресованную русским женщинам, и еще все это время продолжал греметь оркестр, поочередно играя в финляндский марш и марсельезу. В процессе все уже основательно нагрузились, между Буниным и Галлином Кайлилой втиснулся Маяковский и начал есть с их тарелок и пить из их бокалов. И художник Акселя Галлин Кайлила глядел на футуристическое вот это вот чудо в перьях, просто во все глаза, типа, что происходит? Максим Горький, который тут же сидел рядом и перед этим непрерывно выпивал с Акселя и целовался с ним, глядел на Маяковского и хохотал. И Маяковский, улыбаясь во весь рот, спрашивает у Бунина, вы меня очень ненавидите? А Бунин отвечает в том смысле, слушай, много чести тебя ненавидеть. И тут уже еще Александр Бенуа решил потроллить футуристов, типа, а вы че не выступаете? Все читают речи, а вы че речи не читаете? И, конечно, футуристов долго уговаривать не пришлось. Маяковский залез на стул, начал проповедовать, за ним за речи взялись Бурлюк из Даневич, Бенуа был очень доволен, Бунин не был доволен, именно про эти моменты он и писал в воспоминаниях, я вот в начале выпуска его цитировал. И чем дальше, тем больше угара и чада кутежа. Бенуа вот что записал вечером в дневнике. Пьянее всех был бегемот Риссонен, тоже не то сатана, не то пастор, падавший несколько раз на пол и дуривший совершенно непристойным, но, впрочем, не лишенным живописности образом. Меня он изловил в узенькой передней и, прижав к окну, стал как сумасшедший требовать, чтобы я ему плюнул в самую середину лба. Вместо того, чтобы плюнуть, я его поцеловал в лоб, он за это поцеловал в глаза, чуть не вдавив в них пенсне. На силу его оттянули Буренин и Шарвашинзе. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня. Валгрина носили на руках, Галлина Калилу качали и подбрасывали в воздух. Маяковский читал на стуле стихи свои и Осипа Брика. Осип Брик тоже был тут и смущался. Какой-то финский архитектор пристал Горькому и втолковывал ему что-то по-французски, но Горький не понимал французского, а Финн не знал русского, и тогда вот этот Финн поймал молодого лингвиста Романа Якобсона и заставил его переводить. И вот что говорил Финн великому пролетарскому писателю. Весь мир считает, что вы гений. Гений. Но я вам скажу, вы имбецил. Переводите. Переводите дословно ему. Нет, нет. Вы не так переводите. Имбецил. Как это будет по-русски? Имбецил по-русски это имбецил. Около 11 часов начались танцы. Приличная публика начала расходиться по домам, но для самых активных вечер только начинался, конечно. Компания финляндцев и разных поэтов отправились догуливать в кабаре «Привал комедиантов». Так сказать, на автопати. «Привал комедиантов» это наследник кабаре «Бродячая собака». Создателю этих кабаре был один и тот же человек. Осип Брик в этот момент отделился от общей компании и сказал, что хочет сходить на финляндский вокзал, посмотреть на Ленина и большевиков. Потому что именно в этот день как раз часам к 11 вечера прибывали в столицу после путешествия через Германию, Швецию, Финляндию большевики. Брик сходил туда, вернулся чуть позже ко всем в кабаре и резюмировал свои впечатления о Ленине. Кажется сумасшедший, но страшно убедительный. А в Тепати никаких сведений не сохранилось, к сожалению, может и к счастью. Но Маяковский и Якобсон это тот, который переводил Горькому про имбецила. После кабаре еще шатались по Питеру вместе с Исааком Бродским, будущим главным советским художником. В два часа ночи они пили и играли в бильярд в чьих-то гостях, а утром на рассвете решили пойти послушать Ленина к особняку Кшесинской. Нормальная программа для весны 1917 года. Небольшая пауза. Рубрика «Чтобы послушать». О подкасте Собес, который тоже делает студия Либо-Либо, запустился новый сезон. И я, кстати, был недавно в этом подкасте, рассказывал про свой карьерный путь, если можно так назвать, каким образом, в общем, из айтишника и преподавателя университета я стал историком и подкастером. И этот выпуск можно послушать, но в этом новом сезоне что происходит? Там вы можете услышать записи настоящих тренировочных собеседований в международной компании. В каждом эпизоде ведущая подкаста Кира Кузьменко готовит кандидата к самым сложным вопросам, а затем сводит его с рекрутером и начинается, собственно, собеседование. Рекрутер спрашивает кандидата про опыт работы, мотивацию, зарплатные ожидания, а Кира объясняет все происходящее за кадром в режиме, так сказать, футбольного комментатора. А когда собеседование заканчивается, рекрутер выдает кандидату честный фидбэк, указывает на ошибки и говорит, взяли бы его на работу или нет. В общем, это практически реалити-шоу про поиск работы. Послушать новый сезон подкаста Сабьес можно по ссылке в описании эпизода. на всю следующую неделю финляндцам устроили культурную программу. Виви Пармио вспоминала, мы чувствовали себя пчелами, купавшимися в нектаре. На следующий день после открытия их повели в русский музей, вечером в Маринку, причем гостей посадили в императорскую ложу, а во время антракта художникам устроили овацию. Еще на следующий день были Эрмитаж и выступления Шаляпина в Народном доме. По вечерам их продолжали приглашать на ужины. Вилли Валгрен успел за эту неделю вылепить в Петроградской студии голову Брешко-Брешковской. В пятницу все отправились домой. Финский футурист Альвар Кавен вспоминал, что ему было даже неудобно. Все, что было, одним словом, так великолепно, что стало стыдно. И уже из Финляндии он написал письмо организаторке, то есть Надежде Добычиной. «Дни, которые я пробовал у вас, кажутся мне самым прелестным сном. Ура для вас и за свободную Россию. Ура, ура!» И он предложил Надежде Евсеевне взять одно из его произведений на память. Добычина выбрала пейзаж «Деревушка». По свидетельству сына Добычина эта работа оставалась в семье до 60-х годов. После окончания выставки у всех была прорва планов, ни один из которых не осуществился. Бурлюк так и не организовал совместную выставку в Москве. Русский музей не купил, как собирался, картины с выставки, потому что временное правительство не выделило на это денег. Надежда Добычина хотела сделать ответную выставку в Финляндии через полгода. Из этого тоже ничего не вышло. Общая эйфория первых дней революции значительно выветрилась к осени, стало как-то не до искусства и не до дружбы народов, в воздухе уже ощутимо пахло гражданской войной. Ну а после победы красных в России и белых в Финляндии подобные контакты прекратились на годы. Все герои этих событий, политики, художники, поэты, тусовщики, спустя несколько лет оказались в разных странах, кто в эмиграции, кто на родине. Осталась только память о пяти сумасшедших днях весной 1917 года, когда все были полны планов, надежд, выпивали и клялись вечной дружбе. Виви Пармио, спустя много лет, уже став женой Вилли Валгрена, писала Боже мой, дым был коромыслом. Нетрудно представить себе результат встречи русских и финских художников. Ох, как это было весело! С вами был последний выпуск специального финляндского сезона подкаста Закат Империи. Меня зовут Андрей Аксенов. Подкаст делает студия Либо-Либо. Этот выпуск для вас вместе со мной уготовили факт-чек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнером Юлия Стреколовская. До встречи в следующем сезоне. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok